В эфире телеканала Краснодар. Программа «Город сегодня» в студии Анна Володина. Здравствуйте! И вот о чем расскажу в этом выпуске. Гриб краснодарцам не грозит. Об этом заявили специалисты Краевого Роспотребнадзора. Экономика Кубани стала лидирующей в Южном федеральном округе. О приоритетных задачах ведомства губернатору Вениамину Кондратьеву отчитался Алексей Семенов, руководитель регионального УФНС. Дорогу пешеходам. Возле Краснодарского Динамо снесли старое строительное ограждение. Не донес до мусорного бака, накажут рублем. В городе начали штрафовать за вынос отходов в неположенном месте. Причин для беспокойства нет. Гриб краснодарцам не грозит, заверили специалисты Краевого Роспотребнадзора. За комментарием ведомства мы обратились после того, как в соцсети всколыхнули тревожные комментарии пользователей о росте заболеваемости. Причем не только от жителей регионов, где превышен порог, но и от краснодарцев. У меня знакомые ездили в Грузию на новогодние праздники. Все шесть человек приехали со свиным гриппом. Там эпидемия еще в прошлом году началась. В Грузии эпидемия свиного гриппа. Границу с Южной Сети и Абхазией стали ограничивать. Уже несколько человек там умерло от гриппа. Это уже не первый год инфекционка не справляется. В настоящий момент ситуация в Крае находится на неэпидемическом уровне. Специалисты еженедельно проводят мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по краю, так и по Краснодару. В целом за последнюю неделю, вот это четвертая неделя этого года, заболеваемость ниже эпидемического порога в 5,5 раз. За текущий период, вот за этот год, за январь месяц зарегистрировано у нас 104 случая заболевших гриппом. При расследовании, при выявлении лабораторных исследований от больных выделялись следующие виды гриппа. Это грипп и H1N1 вирусы, и H3N2, и А, и Б. Но в основном преобладают такой вирус гриппа, как сезонный А. По словам медиков, низкий уровень заболеваемости в регионе сохраняется благодаря вовремя проведенной вакцинации. В этом сезоне в крае прививки сделали около 3 миллионов человек. Чтобы обезопасить себя, стоит выполнять и элементарные правила гигиены. Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещение и проводить влажную уборку. Экономика Кубани стала лидирующей в Южном федеральном округе. Доля бюджета Краснодарского края в общем объеме УФО составляет около половины. Основные источники дохода казны – налоговые поступления. Об этом губернатору рассказал руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы. Вениамин Кондратьев обсудил с Алексеем Семеновым приоритетные задачи, которые стоят перед ведомством. Достаточно успешным был финансовый год, прошедший для нашего региона, для нашего края. Благодаря активной работе налоговых органов под вашим руководством. Поэтому я хочу, в первую очередь, сказать вам слава благодарности за активную работу, за принципиальную позицию, в том числе и за результат, который мы сегодня имеем. 275 миллиардов мобилизовано в краевой бюджет, 240 миллиардов – это непосредственно налоги. И я хочу сказать, что если мы в этом году сохраним такие же темпы и чуть-чуть еще их приумножим, то, в принципе, в настоящий год тоже будет очень результативным и для экономики края, но и, конечно, для жителей нашего региона. На самом деле, серьезный результат. Мы добились прибавки по отношению к предыдущему году почти 10%. Это более чем 21 миллиард рублей. Это очень существенно. Вообще, надо отметить, что доля регионального бюджета Краснодарского края в общем объеме Южного федерального округа почти 40%. То есть у нас первая экономика в Южном федеральном округе. Повышается налоговая дисциплина. Вот об этом свидетельствует снижение недоимки в региональный бюджет. Мы в прошедшем году добились снижения ее почти на четверть. Это более чем 3 миллиарда рублей. Также на встрече речь зашла и о легализации трудовых отношений. За прошедший год в Краснодарском крае в правовое поле удалось вернуть 64 тысячи человек. Они заключили официальные договоры с работодателем. Необходимо активизировать и борьбу с так называемыми серыми зарплатами. Определенный сектор так называемого «бизнеса», который работает только сам на себя, безусловно, но пользуется благами и социальными всего нашего региона, не вкладывая ничего, не заботясь ни о инфраструктуре, которая их окружает, ни о целом жизни, которая в тех муниципалитетах, где они сегодня и живут, и не только работают. И вот это, в первую очередь, несправедливо по отношению к тем, кто работает в белую, кто работает легально, платит налоги со всего, что они делают, в том числе свои зарплатные планы. То есть, но здесь даже просто элементарное равенство. И одинаковый подход ко всем, кто хочет жить и работать на Кубани. Я уверен, совместно с вами мы здесь поставим точку, вот в такой, в кавычках, трудовой деятельности. Она не трудовая, она теневая. Мы разработали аналитический инструмент, аналитический инструмент по анализу рынка труда и фонда оплаты труда. Эта статистическая информация позволяет точно установить в разрезе отраслей, в разрезе каждого отдельного предприятия, в разрезе муниципалитетов, отдельных поселений, состояние рынка оплаты труда. Если мы видим, что количество работников, ну неадекватно тому финансово-хозяйственному процессу, который идет, то, значит, мы можем предполагать, что этот вид деятельности не совсем в белой зоне. Полученные данные можно будет учитывать и при проведении аукционов на госзаказы, а также при выдаче лицензии на определенные виды деятельности и при субсидировании предприятий. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что снижение неформальной занятости является одной из приоритетнейших задач для региона. И сегодня, сразу после рабочей встречи, Вениамин Кондратьев отправился в Москву, чтобы поздравить патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Десять лет назад на поместном посту он был официально избран предстоятелем и главой Русской Православной Церкви. Сегодня в Кремле прошло торжественное собрание. Со знаменательной датой патриарха поздравил Владимир Путин. Во время своего выступления президент заявил, что власть продолжит созидательное партнерство с церковью во всех значимых областях. Перед Россией сегодня масштабные вызовы и амбициозные цели. Без преувеличения исторические задачи в демографии, в социальном развитии, в повышении качества жизни людей, в работе по достижению прорыва в экономике, науке, в технологиях. Но мы хорошо понимаем, чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность. А они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и православием, и другими традиционными религиями России. Нам представляется возможность обсуждать очень многие проблемы, которые волнуют и наш народ, и общество, и, конечно, церковь. И, наверное, за всю историю России, я не побоюсь сказать так определенно, впервые выстроились такие отношения между церковью и государством. Потому что даже во времена Российской империи, где церковь была государственной, церковь не имела равного партнера в лице государства. Она всегда была подчинена тем или иным государственным институтам. После торжественного собрания в Кремлевском зале Вениамин Кондратьев лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Губернатор отметил, что святейший патриарх возглавил РПЦ в нелегкое для России время и сделал для страны очень многое. От строительства новых храмов до программ помощи нуждающимся. И вновь возвращаясь к городским темам. Еще год этому забору можно было бы выдать паспорт в честь 14-летия. На улице Красной сегодня начали демонтаж металлической 300-метровой конструкции, которая ограждала территорию стадиона «Динамо» на время его ремонта. Однако забор, который ставили для безопасности пешеходов, теперь сам стал угрозой. Прохудился, заржавел, да и выглядит для главной улицы города страшно. За ходом работ следила моя коллега Татьяна Троян. Любители спорта знают, что путь к регулярным тренировкам непростой. И не всегда причина – лень. Тротуар, по которому можно дойти до бассейна «Динамо», давно пришел в негодность. Торчащие гвозди, прогнившие доски и выцветшие баннеры на ограждении – далеко не самая приятная достопримечательность города. Мы с вами ведем уже несколько лет работу в части приведения этого заборного ограждения в нормальное состояние, никакой реакции. Мы вкладываем деньги, периодически натягиваем баннер, обновляем его. Но собственник никаких усилий в части создания нормального облика не ведет. Поэтому давайте с сегодняшнего дня мы его демонтируем в рамках того, чтобы освободить тротуар для пешеходов. Я, соответственно, дам службам поручение, чтобы здесь в последующем навели нормальный санитарный порядок, сделали хороший тротуар, ограждение безопасное, которое нам необходимо. То есть создали нормальную пешеходную зону. 320 метров металлической конструкции вдоль стадиона «Динамо» установили почти 13 лет назад. Строительство и ремонтные работы спортивного объекта сейчас заморожены. Все сроки эксплуатации ограждения истекли, и оно пришло в негодность. Обновление внешнего облика от Одесской до Гаврилова горожане ждут уже давно. В особенности те, кто работает в «Динамо». Вот этот забор портит внешний вид. Кроме того, что портится внешний вид, также и тот даже объект, который построили, это и подземная парковка, и административное здание, оно не используется никак. Хотя я думаю, что это уже можно было бы использовать и на эти деньги, построить или конструировать стадион «Динамо», где могли бы заниматься и дети, и взрослые, и окружающее население. Людей, которые проходят по этой территории, для них это, конечно, плюс. Я там много раз прохожу, и мне не нравятся эти доски, которые лежат, которые постоянно девушки на каблуках спотыкаются. Для города это будет хорошо, потому что уберется вот эта вот конструкция, которая была из металлопрофиля сделана, вот, и откроется более, надеюсь, красивый вид. Если там будет действительно удобнее ходить, то, наверное, это будет хорошо, потому что всё-таки какая-то удобность, это всегда с колясками, с какими-то этими, там было очень неудобно. Собственнику объекта предстоит заново оградить территорию стройки. Однако теперь ширина участка пешеходной зоны будет намного больше – 20 метров от проезжей части. В дальнейшем её отремонтируют и облагородят. Мы сейчас в недельный срок уберём всё это заборное ограждение отсюда, наведём санитарный порядок на территории, находящейся за заборным ограждением, и начнём восстановительные работы тротуарной плитки, дорожного полотна. Сегодня часть ограждения уже убрали. Пока картина, скрывающаяся за забором, глаз не радует. Но в течение недели здесь делают санитарную обрезку деревьев, расчистят территорию от мусора и наведут порядок так же, как это делают по всему городу. Татьяна Троян, Артём Статюха, Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар». Тем временем улица Автомобильная в последние дни стала звездой социальных сетей Краснодара. То лужами пугают, то наоборот шутками про Петровича, который в этих лужах номера машинные вылавливает и отдаёт автовладельцам. В начале года на состоянии дороги по этой улице местные жители пожаловались в соцсетях. После сильных ливней невозможно было проехать, а местами и пройти на участке между Московской и Ростовским шоссе. Посты с фотографиями в интернете увидели городские власти и приехали на затопленную улицу. Глава администрации Пригубанского округа Александр Журавлёв, представители Департамента транспорта и дорожного хозяйства провели на месте рабочую встречу с представителями предприятий и организацией, которые находятся на этой улице. Решили совместными усилиями привести участок в порядок. Договорились, что в финансировании работ поучаствуют и предприятия. Сейчас работы на улице Автомобильной в самом разгаре. Специалисты уже вырыли пруд-накопитель и 70-метровый кювет. Продолжают укладывать трубы, обустраивать водоотводную канаву. Подрядчик обещает закончить всё до 5 февраля. Реконструкцию планируют провести в 2020 году. Отмечу, уже готовится проект капремонта улицы, в том числе и строительство ливневки. Идём далее. Не донёс до мусорного бака, накажут рублём. В Пашковском жилом районе мужчина оставил мешки с мусором в неположенном месте. Вероятно, не подозревал, что попадёт в объектив фотокамеры, а потом и в специальный раздел «Где мусор» на портале администрации города. Кадры мусорного беспредела прислали горожане. Благодаря этим фото нарушителя быстро нашли. Выяснилось, что он работает на одной из мебельных компаний Краснодара. Мужчина утверждает, что у него был официальный выходной день. В дальнейшем мы проведём расследование по материалам, поступившим к нам из отдела полиции. И, может быть, будут приняты какие-то решения о наказании, в том числе и руководителя данного предприятия. Мужчина свою вину признал. Мусор из больших мешков разложил по пакетам и всё-таки донёс до бака. Тем не менее, на него уже составили административный протокол. И нарушителю грозит штраф до трёх тысяч рублей. Новая зона отдыха появится в Краснодаре. Сегодня начались работы по благоустройству территории в районе улицы Красной 129. Это на пересечении с Новокузнечной. Создать зону отдыха решили по просьбам горожан. Площадь этого участка относительно небольшая – 150 квадратных метров. Специалисты уже начали укладывать тротуарную плитку. Также на территорию установят вазоны с деревьями, лавочки и дополнительные светильники. Центральным объектом новой зоны отдыха станет беседка. Планируется, что официальное открытие состоится накануне майских праздников, сообщает пресс-служба мэрии. К другим темам. 78 золотых медалей и 9 отличительных знаков за профессионализм в Краснодаре сегодня наградили победителей и призёров 4-го регионального чемпионата WorldSkills. В этом году за звание лучшего боролись почти 500 человек. Это рекорд для краевого первенства. 73 компетенции развернулись на площадках колледжей и техникумов 20 городов Кубани. Мастерство демонстрировали в трёх возрастных категориях. Впервые наравне с молодёжью лучших выбирали среди состоявшихся специалистов. Навыки мудрых проявили те, кому уже исполнилось 50. Победителей сегодня поздравила заместитель губернатора края Анна Менькова. Она также вручила благодарственные письма участникам национального этапа, который прошёл в прошлом году в Южно-Сахалинске и отметила их достойные выступления и высокий профессионализм. В 2017 году Краснодарский край принимал национальный чемпионат. Мы получили высочайшую оценку на российском уровне. За эти четыре года у нас втрое выросло количество участников. Это наше большое достижение, как и то, что сегодня происходит в системе среднего профессионального образования, когда мы имеем достаточно серьёзный конкурс. Наша страна нуждается в рабочих кадрах. И я хочу поблагодарить организаторов чемпионата за то, что мы в этом году привлекли в эксперты не только педагогов, наставников, но и людей с конкретных предприятий. Эта связка колледж-предприятие должна быть самой главной сегодня. Я очень рада, что я смогла поучаствовать. И я хочу дойти до финала. Это просто невероятно восхитительный для меня опыт. И мне действительно нравится моя профессия. Впереди у победителей регионального этапа ещё больше работы. Сейчас они будут готовиться к общероссийским отборочным испытаниям, чтобы уже в августе этого года отстаивать честь России на мировом первенстве WorldSkills. Напомню, оно пройдёт в Казани. Здоровье краснодарцев под контролем. В структуре мэрии создан отдел, который будет курировать вопросы здравоохранения. В прошлом году все медицинские учреждения города были переданы в краевую собственность, а управление здравоохранения перестало существовать. Но уже сегодня стало очевидной необходимость создания альтернативного ведомства, которое возьмёт на себя задачи медицинского мониторинга, анализа и станет этаким сведущим звеном между горожанами и Минздравом. Подробности 67-го заседания городской думы Краснодара в нашем сюжете. Предложение главы Краснодара Евгения Первышева о создании нового ведомства городские парламентарии поддержали единогласно. Новый отдел мэрии будет курировать вопросы оказания медицинской помощи горожанам. Как выразились участники заседания, это позволит держать руку на пульсе. Совсем утратить возможность осуществлять работу, утратить возможность мониторинга, участвовать в совещаниях по направлению важному, важнейшему в области здравоохранения мы не можем себе позволить. Потому что не проходит ни одного, наверное, приёма граждан, и у вас, и у меня, где нет обращений в части работы поликлинического звена, других объектов или направлений по здравоохранению. Поэтому, конечно, мы должны сохранить хотя бы небольшую возможность, а именно создать вот этот отдел для того, чтобы мы могли, по крайней мере, владеть полноценно той ситуацией, которая у нас в городе сегодня существует. Парламентарии скорректировали городскую казну. Бюджет Краснодара вырос более чем на миллиард рублей. 660 тысяч из них – это поступление из края, остальное – собственные доходы. Средства пойдут на ремонт и содержание дорог, жильё для детей-сирот и субсидии на приобретение квартир молодожёнам, а также на обеспечение инженерной инфраструктурой земель, выделенных для многодетных семей. Депутаты также внесли изменения в программы по выполнению наказов избирателей и приватизации. Перемены коснулись и самих парламентариев. Ряды по партийному списку пополнил Владимир Бутенко, мастер спорта по карате, отец троих детей. Приняли к сведению решение муниципальной избирательной комиссии города Краснодара о утверждении депутатам городской думы Краснодара Бутенко Владимира Юрьевича по списку партийному от «Единой России». На заседании утвердили новый порядок установления расчётного периода для малоимущих краснодарцев, ожидающих получения муниципального жилья. Он не может превышать 15 лет и пересматривается каждые три года. «У нас в Краснодаре на учёте сейчас стоит 21 431 человек. То есть от общей численности это где-то 1,4%. А в России, вот слушайтесь, только в эту цифру 22 миллиона, то есть 16%. Большой блок вопросов посвятили градостроительной политике. Так, в районе западного обхода появится большой спортивный кластер с объектами соцкультбыта. Больше возможностей для занятий физкультурой и спортом теперь будет и у жителей Пашковского жилого района и станицы Старокорсунской. Всего парламентарии закрепили пять изменений генплана. Два из них касались размещения спортивных объектов. Один вопрос был связан с выделением земель под садовоческое товарищество для развития малого сельского хозяйства в Теречея города Краснодара. И два вопроса – это выделение земель под строительство. Отрадно, что уже сегодня речь идёт не только о строительстве многоэтажного жилья, но и объектах соцзначимых объектов – школы, больницы и дошкольные учебные заведения». Решено также было аллее 80-летия образования Краснодарского края придать статус сквера. Напомню, первую очередь этой зелёной зоны в юбилейном микрорайоне площадью в 4,5 гектара построили в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и торжественно открыли в начале нового года. Расставила приоритеты депутат городской думы Краснодара Ирина Мамаева сложила полномочия по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня на заседании парламента. Ирина Мамаева сделала выбор в пользу семьи, поскольку за время избрания депутатом родила двоих детей и сейчас беременна третьим. В последнее время она проживает в Объединённых Арабских Эмиратах. Ирина Мамаева была избрана в 2015 году по муниципальному избирательному округу по списку партии «Единая Россия». О проблемах нужно говорить, тогда они будут услышаны. А те, кто готовы помочь, готовы и к диалогу. Многодетные семьи стали главными участниками очередного заседания депутатского клуба Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия». Оно прошло в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Пригласили и представителей социальных служб и других организаций. С подробностями наш корреспондент Валентина Щербакова. Укрепление семейных уз, улучшение демографии, сохранение традиционных ценностей. Спектр тем, о которых говорили за круглым столом. Что сейчас тревожит многодетные семьи? Как им помочь на государственном уровне? Ведь проблем и неурядец, как и счастливых моментов у многодетных мам и пап немало. Но и с ними при желании можно справиться, считает краснодарская активистка, мама в декрете Екатерина Гончарова. Она уверена, что грамотное совмещение занятости мамы и детского досуга – перспективный для Кубани проект, за который она и взялась. Проект вообще поддержан Общественной палатой Российской Федерации. Руководитель проекта Олеся Кашаева встречалась с президентом. Он высоко оценил проект. И по итогам этой встречи вместе с министром труда был подготовлен план, который подписан Ольгой Голодец в марте 2018 года, где прописана необходимость создания пространства для совместной работы мамы с ребенком. Партийный проект «Крепкая семья» призван привлечь внимание к решению проблем многодетных семей и консолидировать вокруг них общественные организации и социально активных горожан. Это и поддержка молодых семей и тех, кто воспитывает приемных детей, а также помощь ребятам с ограничениями по здоровью. Помощь людям, малообеспеченным семьям, детским домам, репцентрам, где находятся дети с ограниченными возможностями. Это просто многодетные семьи, точечная помощь. Это проекты «Автоволонтер», «Социальное такси». Все они направлены на социальное общество, социальную сферу, то есть те, кто находится в какой-то нужде, в проблеме. Участники встречи детально пообщались с многодетными родителями и выслушали все, что их заботит. Люди приходят с главной задачей найти какой-то отклик и решение проблемы, во многом связанный с социальным положением. Могу привести массу конкретных примеров. Уже сейчас, за то время, покуда работает наш клуб, когда мы вникали в решение многих вопросов, которые требуют общество, конкретно краснодарцы, за что я вам благодарен. Сегодня для отдельных категорий граждан действуют специальные программы, которые предоставляются государством. Индексация детских пособий и выплат идет в тесном контакте с исполнительной властью. И все это направлено на укрепление семейных ценностей. Ведь крепкая семья – крепкая Россия. Это единый вектор развития нашей страны, поддерживаемый краснодарскими единороссами. Валентина Щербакова, Николай Цедрик, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Баскетболисты кубанского локомотива проиграли, но все равно вышли в плей-офф Кубка Европы. Гандболистские кубани нанесли поражение соседям из Ставрополя, а в Краснодаре стартовал гандбольный турнир всероссийского значения. Но обо всем по порядку в нашем спортивном дайджесте. Баскетбольный локомотив обеспечил себе путевку в плей-офф Кубка Старого Света еще в предыдущем домашнем матче с немецким Ульмом, который наши парни выиграли. Наверное, именно это сыграло злую шутку с железнодорожниками в выездном поединке против французского клуба «Асвелл». С первых минут встречи было видно, что как бы главный тренер Лока не настраивал своих игроков на борьбу, они вышли на этот матч немного расслабленными, что, естественно, не могло не сказаться на ходе встречи. Французы завладели преимуществом с первых минут, и все попытки наших ребят его нивелировать во второй половине матча оказались тщетны. 72-61 и команда из Леона взяла реванш за поражение на Краснодарской земле. Однако не помешало нашему паровозу выйти в следующий этап Евротурнира. Заключительный матч топ-16 Кубка Европы краснозеленные проведут дома 6 февраля против немецкой команды «Скайлайнер». Гонбалистки Кубани после обидного выездного поражения в Кубке ЕГФ от датского Виборга, что называется, отвели накануне душу на соседях из Ставрополя. Матч в рамках чемпионата страны прошел накануне на домашней площадке «Желто-зеленых» и закончился полным разгромом Ставрополя 33-23. Таким образом, подопечные Евгения Трифилова одержали 11-ю победу и продолжают занимать третье место в турнирной таблице первенства страны. Теперь в отличном настроении наши девушки начинают готовиться к главной битве в Еврокубке против французского клуба «Бизансон», который состоится уже в это воскресенье. Именно в этом матче решится, продолжит ли Кубань выступление в Евротурнире. Ну а юные гонбалистки со всей страны сейчас собрались в Краснодаре, чтобы выявить финалистов с российского турнира. В Кубанской столице проходит полуфинальный этап соревнований среди девушек до 14 лет. За право выйти в финал борются шесть команд из Краснодарского края, Адыгея, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Ярославля. Помимо Кубанской столицы, игры полуфинального этапа первенства страны среди девушек одновременно проходят в Волгограде, Тольятти и Астрахани. В столице Кубани играет группа «Б». Борьбу за медали продолжат четыре из шести команд каждой группы. Финальная часть первенства 2019 года состоится в апреле. Добавлю, что в сезоне 2018 года юные гонбалистки Краснодарской Дю США завоевали серебряные награды. Победителем тогда стала команда из Самарской области. Кубанской столицы. минимальные, поскольку свет дадут уже в пятницу утром. А сейчас криминальная сводка новостей в нашей традиционной рубрике «Место происшествия». Слово Татьяне Леоновой. Авиадебошир подстражен на два месяца. Он попал за решетку за то, что набросился с кулаками на стюардессу. Мужчину обвиняют в хулиганстве. Самолет, на борту которого началась потасовка, экстренно посадили в Сочи. Произошло это 29 января. Следовало воздушное судно из Санкт-Петербурга в Анталию. Напомню, пьяный пассажир начал буяниться, затем напал на стюардессу. Командир воздушного лайнера принял решение об экстренной посадке. Позже злоумышленник заявил, что ничего не помнит. Превысил должностные полномочия и попал на скамью подсудимых. Старшего сержанта, контрактника одной из сочинских воинских частей, признали виновным. Установлено, что командир отделения нанес не менее 13 ударов электрошокерам рядовому. Обидчику солдата сочинский гарнизонный военный суд вынес приговор два года в колонии поселения. Задолжал алименты на троих детей. Житель Краснодара не платил по счетам с августа 2018 года. В итоге накопилось 1 миллион 700 тысяч рублей. Забывчивого отца задержали на границе одного из сопредельных государств. Выезд из России для него был под запретом. Совпадение или нет, но именно после этого мужчина все-таки погасил долг. Историю знать, подвиги помнить, героев чтить. Окружной этап военно-патриотического конкурса «Воинское слово Отечество» стартовал в Западном округе Краснодара. Подробности в нашем следующем материале. Военно-патриотический конкурс «Военное слово Отечество» прошел в Западном округе. Ребята из всех учебных учреждений и клубов этого района собрались в 101-й школе, чтобы помириться знаниями военной истории своей Родины. Эта работа по оборонно-массовой военно-патриотической работе важна не только в этот период, она важна в целом, наверное, ежедневно. Эти занятия покажут, насколько наши школьники знают свою историю и историю в целом Великой Отечественной войны. У ребят всего 15 минут, чтобы ответить на 40 вопросов. Команд 24, по 6 участников в каждой. Задания от простых до сложных, но ответы на них знать нужно каждому и в любом возрасте. Назовите вид техники или вооружения, разработанных конструктором Кошкиным. Ответьте. Я не знаю, Т-34? Т-34, вот видите, вы говорите, не знаете. На фото изображен фрагмент. Брестской крепости? Брестской крепости. Подрастающее поколение, как орехи, щелкает эти вопросы. Конечно, ребята готовились. Но делали это не столько с усердием, сколько с любопытством. Лично мне понравилась тема военных самолетов. Очень просто запоминать название самолетов. То есть, допустим, была фамилия Ильюшин, да, это конструктор самолетов. Получается, самолеты производства ИУ. Мне достаточно интересно было учить дни воинской славы, так как это история страны, история, в принципе, Кубани. И узнать героев нашего края. Я осознала, что наша родина очень доблестная и героев намного больше, чем я ожидала, все честно. И я еще больше горжусь своей страной. Внутри городской этап для этих ребят завершен багажник знаний, пополнен новыми фактами и интересными деталями истории родной страны. А лучшие из них будут защищать честь своего округа и школы уже на городском этапе 22 февраля. Анна Григорьева, Алексей Попов и Александр Сейников, телекомпания «Краснодар». Мы обязательно расскажем вам о лучших, а сейчас попробую вас немного заинтриговать. Почему Саша Рева не встречается с выпускниками школы КВН, Миша Галустян – настоящий патриот, а 9 месяцев дисквалификации Хабиба никак не связаны с детьми. Ответы на эти вопросы ждут вас в очередном выпуске развлекательного шоу «Пятничный Сафронов». Участники программы – чемпионы высшей лиги КВН Вячеслав Журавлев из команды КВН «Утомленный солнцем» и Вячеслав Садов-Румянцев, он из «Бакса» участники. Они научат плохо петь и правильно увольняться из МЧС. Ведущему Андрею Сафронову будет помогать Ярих – человек-синтезатор. Его пальцы настолько эластичные, что за ними охотится сам Денис Мацуев. Итак, смотрите новый выпуск на телеканалах «Краснодар-360» и «Краснодар-онлайн» завтра в 19.40. Программа выйдет в эфир сразу после прогноза погоды. И напоследок привет из космоса. Краснодарцы стали свидетелем интересного космического явления. Накануне около 7 часов вечера в небе пролетел яркий объект. Люди стали гадать, что же это может быть – метеорит, комета, а может и вовсе вестники конца света. Мы решили узнать, что это было и связались с руководителем Центра астрономии и космонавтики Краснодара Александром Ивановым. Ряд товарищей заявил, что это метеорит. Ну, как правило, метеоритом является то, что вы можете держать в руках. Либо вы нашли кратер, в котором что-то лежит. А явление, которое все наблюдали, называется болид. В данном случае болид пролетел на большой высоте и погас для нас, для краснодарцев, в районе северо-запада. Это интересное явление, поэтому, конечно, для себя составляем информацию, потому что потом смотрим, не являлся ли этот фрагментик, связанный с какой-либо кометой. Иногда бывают метеорные потоки. Все это регулярно изменяется, тем более в сутки 300 тонн метеоритного вещества выпадает на Землю. Пролет небесного тела зафиксировали болидные патрули. Это камеры, которые снимают все небо практически на 360 градусов. Точное место падения объекта пока неизвестно. Сейчас краснодарские ученые собирают данные с видеокамер и изучают это явление. И на этом у меня все. Напомню, еще больше интересной и полезной информации вы можете найти на нашем сайте tvkrasnodar.ru в аккаунтах в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok